Переходить дорогу Юрию Мельчакову непросто. Он инвалид по зрению. При отсутствии звуковых светофоров ориентируется лишь на свою верную спутницу – белую трость. Чем она хороша? Она гнется, выдерживает нагрузку 140 килограммов. Ее джип колесом закручивал, я думал сломается, не сломалась. Единственное, обломали, когда поперек прыгали сантиметров 10. Соответственно, я ее подрезал, вот я с ней хожу уже 11 лет. Это не просто символ незрячего человека, это их глаза. К таким пешеходам должно быть особое внимание. В честь Международного дня белой трости в округе стартовала информационная акция. Это мероприятие подходит в рамках утвержденного план-графика работы Координационного совета по делам инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь цель этой акции – донести информацию до жителей и в первую очередь до водителей, что в нашем обществе есть люди с ограниченными возможностями по зрению, с ограниченными возможностями по здоровью и максимально внимательно нужно о дорогах относиться к их появлению. В ходе проведения акции выяснилось, многие водители не знают о приоритете слепого пешехода с белой тростью на проезжей части. Вот они подходят к дороге, поднимают. Юрий Николаевич, покажите, как поднимаете трость, когда трость вот так вот они поднимают, им надо перейти дорогу. Зеленый свет, красный, сиреневый, бордовый, водитель должен остановиться и пропустить. Не отличаются внимательности к людям с ограничением по зрению и пешеходы. Просить о помощи перейти дорогу чаще всего приходится самим. Если опять же брать дорогу, незрячий человек, его заметно, так как незрячий человек обычно, если тотально слепой, без остатка зрения, он ходит в темных очках. И символ незрячего человека – это трость белого цвета. И в виде такого человека на проезжей части или на тротуаре, люди в принципе должны понимать, что это человек незрячий. Поэтому как-то, мне кажется, сразу видно, что он потерялся и нуждается в какой-то помощи. Подойти, поинтересоваться, уделить немного внимания, перевезти через дорогу. Для автомобилистов обязательно остановиться при виде такого человека. Их безопасность зависит от нас. Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на то, что люди с белой тростью могут переходить не только по пешеходным переходам и вне пешеходного перехода. Убедительная просьба пропускать их. Будьте внимательны, бдительны. Не нарушайте правила дорожного движения. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».